студия диафильм представляет история кпсс иллюстративный материал для школы основ марксизма ленинизма партия большевиков в годы мировой империалистической войны вторая революция в россии 1914 год февраль 1917 года захват земель и покорение чужих наций разорение конкурирующих наций грабеж ее богатств отвлечение внимания трудящихся масс от внутренних политических кризисов россии германии англии и других стран разъединения и националистическое одурачивание рабочих и истребление их авангарда в целях ослабления революционного движения пролетариата таково единственное действительное содержание значение и смысл современной войны владимир ильич ленин сочинение том 21 страница 11 в армию мобилизовали 15 миллионов мужчин они должны были проливать кровь за интересы капиталистов помещиков их царя на картинке так проходила мобилизация в царской россии война приносила миллиардные прибыли капиталистам а трудящимся массам голод нищету усиление эксплуатации на войне было убито и ранено 30 миллионов человек карикатура из итальянской газеты о венте плоды войны буржуазные партии во всех странах призывали народ поддержать войну такую же позицию заняли почти все партии второго интернационала считавшие себя представителями пролетариата вопреки классовым интересам рабочих они выступали в поддержку войны за гражданский мир с национальной буржуазией карикатура художников кукрыниксы второй интернационал в россии такую политику проводили меньшевики плеханов патресов чиидзы и другие исеры оппортунизм перерос в шовинизм в прямую измену интернациональным принципам карикатура художников кукрыниксы чиидзы только партия большевиков воспитанная лениным подняла знамя борьбы против войны долой самодержавие листовка петербургского комитета рсд рпб 1 августа 1914 года австрийские власти арестовали владимира ильича ленина и заключили в тюрьму в новом тарге на картине художника соколова свидание владимира ильича ленина с надеждой константиновной крупской в тюрьме в новом тарге после освобождения из тюрьмы владимир ильич ленин переживает в нейтральную швейцарию на фото владимир ильич ленин 1914 год владимир ильич ленин задача революционной социал-демократии в европейской войне запись тезисов владимир ильич ленин война и российская социал-демократия манифест цк рсд рпб опубликован в газете социал-демократ октябрь 1914 года манифест явился программой борьбы партии против империалистической войны против царизма и буржуазии за победу революции превращение современной империалистической войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг владимир ильич ленин сочинение том 21 страница 17 антивоенная деятельность большевиков большевистские депутаты государственной думы побывали в ряде промышленных центров восстанавливали и организовывали партийные комитеты устраивали многочисленные рабочие собрания принимавшие резолюции против войны большевистские издания выходившие в швейцарии под руководством владимира ильича ленина владимир ильич ленин часто выступал с рефератами перед рабочими в различных городах швейцарии на фото объявление о рефератах владимира ильича ленина в озерках близ петрограда 2 4 ноября 1914 года состоялась конференция в которой приняли участие большевики депутаты 4 государственной думы и представители большевистских организаций петрограда иваново-вознесенска харькова и риги конференция одобрила тезисы владимира ильича ленина о войне на рисунке дом где проходила конференция большевики депутаты четвертой государственной думы ссылки слева направо петровский самойлов муранов бадаев шагов владимир ильич ленин что доказал суд над российской социал-демократической фракции резолюции бернской конференции опубликованы в газете социал-демократ 29 марта 1915 года участники бернской конференции заграничных секций большевистской партии февраль-март 1915 года ленин крупская арман каспаров крыленко размирович шкловский большевистские издания выходившие в россии в годы войны война принесла неисчислимое бедствие народам она была ярким проявлением общего кризиса капитализма война воочию показала к чему ведет господство империализма она усилила объективные предпосылки революции плакат художника щеглова проклятие империалистической войне картина художника владимирова в окопах разрушенные фабрики в прифронтовой полосе плакат художника соколова скаля хлеба рост стачечного движения 1914 год 70 стачек 35 тысяч рабочих 1915 год 1000 стачек 500 тысяч рабочих 1916 год 1500 стачек 1 миллион рабочих работы написанные владимиром ильичем лениным в период подготовки первой международной социалистической конференции социализма война крах второго интернационала проект резолюции циммервальдской левой циммервальд дом в котором состоялась в августе 1915 года первая международная социалистическая конференция где владимир ильич ленин сплотил группу левых интернационалистов журнал ворбот предвестник орган самервальской левой в первом номере опубликована работа владимира ильича ленина оппортунизм и крах второго интернационала на немецком языке 1916 год кенталь здесь проходила в апреле 1916 года вторая международная социалистическая конференция интернационалисты активно боровшиеся против империалистической войны ленин липкныхт люксенбург сеткин благоев димитров варский галлахер маклин платен на основе анализа империализма толкающего человечество в кровавые войны и страшные экономические катастрофы владимир ильич ленин пришел к выводу что империализм есть канун социальной революции пролетариата сочинение том 22 страница 182 владимир ильич ленин империализм как высшая стадия капитализма владимир ильич ленин а лозунги соединенных штатов европы и военная программа пролетарской революции на немецком языке социалистическая революция и право нации на самоопределение в этих статьях владимир ильич ленин разработал новую теорию социалистической революции развитие капитализма совершается в высшей степени неравномерно в различных странах иначе и не может быть при товарном производстве отсюда непреложный вывод социализм не может победить одновременно во всех странах он победит первоначально в одной или нескольких странах а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными владимир ильич ленин сочинение том 23 страница 67 концу 1916 года в стране резко усилилась рабочие движения бастовала свыше миллиона рабочих то есть вдвое больше чем в предыдущем году картина художника советского разгон рабочей демонстрации у большого театра 9 января 1917 года под влиянием рабочего движения участились и приняли более широкие размеры солдатские выступления тысячи солдат бросали фронт и уходили в тыл на многих участках фронта усилилась братания на рисунке братания в деревне крестьяне стали захватывать помещичий хлеб и инвентарь поджигать имение делить помещичью землю картина художника ермолаева выступление крестьян перед февральской революции рост стачечного движения в 1917 году в январе 250 тысяч человек в феврале 400 тысяч человек из них в политических стачках участвовала в январе 66,4 процента в феврале 95,6 процента 27 февраля в россии произошла буржуазно-демократическая революция она подтвердила правильность лозунгов партии разработанных владимиром ильичом лениным явилась началом превращения войны империалистической в войну гражданскую поражение царизма облегчило революционное выступление масс которые свергли самодержавие революция подтвердила правильность и своевременность разрыва с меньшевиками изгнание их из партии картина художника кузнецова февральские дни 1917 года манифест цк рсд рпб о свержении самодержавия 27 февраля 1917 года февральские дни в москве митинг у здания исторического музея 1917 год так было встречено на фронте свержения самодержавия одно из первых заседаний петроградского совета рабочих и солдатских депутатов в таврическом дворце образование двоевластия февраль-март 1917 года петроградский совет рабочих и солдатских депутатов избран рабочими и солдатами 27 февраля 12 марта по новому стилю временный комитет государственной думы создан октябриско-кадетской думой 27 февраля 12 марта по новому стилю в петроградский совет входил исполнительный комитет совета избран 27 февраля 12 марта по новому стилю из которого направлено 5 представителей во временный комитет государственной думы для переговоров о создании временного правительства 2 марта 15 по новому стилю создано временное буржуазное правительство исполнительный комитет совета и временное буржуазное правительство взаимодействовали через контактную комиссию в чем состоит двоевластие в том что рядом с временным правительством правительством буржуазии сложилось еще слабое зачаточное но все-таки несомненно существующие на деле и растущие другое правительство советы рабочих и солдатских депутатов владимир ильич ленин сочинение том 24 страница 19 революцию совершил пролетариат писал владимир ильич ленин в письмах издалека он проявил героизм он проливал кровь он увлек за собой самые широкие массы трудящегося и беднейшего населения он требует хлеба мира и свободы он требует республики он сочувствует социализму а